Кармическая нумерология Кармическая нумерология Кармическая нумерология И так далее. Главное, что мы будем искать точки, в которых нам нужно будет предостеречь человека от серьезных опасностей. Я тогда на это потратила 2 часа, потому что стандартная консультация по карме занимает как раз 2 часа. Сегодня, так как у нас чисто практическое занятие, я вам еще раз пробегусь по плану консультации. То есть, как выстраиваются консультации по этой программе. Это раз. И во-вторых, затронем некоторые основные глобальные аспекты, пиковые аспекты для этого человека. Ввиду того, что у вас уже есть конспекты, формулы, мы уже с вами прописали все позиции, поэтому мы это сейчас делаем бегло. После того, как я закончу, я попрошу каждого из вас выйти к доске, каждый из вас запишет дату рождения. Хотите свою дату, хотите дату своего окружения, любого человека. Главное, чтобы вы очень хорошо понимали жизнь этого человека, чтобы вы ее знали досконально. И тогда мы с вами с каждым проработаем этот материал. После того, как материал будет полностью проработан, соответственно, мы с вами что? Зададим вопросы. Вы мне сможете задать любые вопросы по этому курсу. Плюс мы с вами уже закончили первый, второй курс по нумерологии. То есть, в принципе, ваше право задавать абсолютно любые вопросы, как по нумерологии, так и по эзотерике в целом. И по домашнему заданию тоже, да? Да, по домашнему заданию я надеюсь, что все построили эту диаграмму еще раз, да? Если какие-то у вас будут возникать вопросы в процессе моего конспекта, да, то, соответственно, вы можете мне его задавать. А самое главное, самое главное, что если кто-то не успел построить, я вас очень прошу, в ближайшее время, у вас есть буквально 2-3 минуты, завершите ваши расчеты, чтобы мы могли уже приступить. Итак, если все, в принципе, готовы, то я тогда начну по плану консультации, да, что нужно сказать человеку и на что нужно обратить внимание. Да, кстати, я передала фонарик, поэтому если кто-то будет задавать вопросы, я вас очень пошу. Пока вы еще не владеете полностью информацией, я имею в виду, что вы еще пока не выучили до конца, вы мне, пожалуйста, показывайте определенную позицию, которую вы хотите увидеть и о которой вы готовы у меня расспросить. Договорились? Итак, давайте начнем. Но я, с вашего позволения, все же буду тоже вам задать вопросы, чтобы я понимала, насколько глубоко вы усвоили материал. Но мы, конечно, будем находиться в рамках кармической нумерологии, как, собственно говоря, мы сейчас ее изучаем. Итак, первое, на что мы должны обратить внимание, это на код в матрице. В данной ситуации у человека 36-я позиция в матрице. Ну, как вы видите, он должен находиться уже на 50-й позиции. Напомню, что в матрице 52 позиции. Отсюда возникает вопрос, сколько воплощений, если бы он шел бы, этот человек правильно по программе, сколько воплощений ему осталось до конца матрицы? Кто может ответить? Я думаю, 3. Да, все верно, абсолютно, это 3 воплощения, 50-е, 51-е, 52-е. Берем калькулятор и считаем 3 воплощения до конца матрицы. У нас в матрице, я уже говорила, 52 воплощения, это раз. И второе выделяется на это ровно 10 тысяч лет. Кто не успел, тот опоздал. Поэтому мы с вами умножаем, 3 умножаем на 192 года. Напомню, что в одном воплощении человек находится ровно 192 года. Мы это с вами изучали еще на первом курсе. И более того, с точки зрения генетики, я это доказываю в лекции на морологии здоровья. Поэтому, если кто-то захочет восстановить материал, вы можете еще раз посмотреть там. Итак, у меня получилось 576 лет. То есть человеку, для того, чтобы полностью завершить программу по матрице, нужно что? 576 лет. Не меньше, не больше, ровно 576 лет. Теперь я вам задаю второй вопрос. Он сейчас находится на 36-й позиции. Это очень много позиций, он уже не раз был ретрограден. Видите, у нас позиция ретроградная. Соответственно, он завис на 36-й позиции. А сколько должно еще пройти, кто скажет? 17? Да, абсолютно правильно. 17 позиций. Вот, у него 36-я, 36-я, 37-я и так далее, получает 17 позиции. 576 лет я делю на 17 позиций. Сколько получается? 33 года. Так мало? Да, это средняя продолжительная жизнь человека во всех его воплощениях. Средняя. Соответственно, он может, конечно, прожить чуть-чуть подольше в этом воплощении. Допустим, лет до 40, до 42-х. Мы сейчас это поподробнее посмотрим. Тогда в следующем воплощении у него будет не 33, а на 7 лет меньше. Вот почему так важно правильно выполнять свои уроки. Если он справится со своим уроком на 36-й позиции, то есть он должен проработать свою позицию в матрице 36-ю, плюс он должен проработать свою программу, дальше он должен проработать программу по карме, и в течение одного воплощения вернуться на 50-ю позицию, то есть пройти 17 испытаний. Это действительно очень серьезное. Ну, он, в принципе, сам к этому шел уже давно. Мы посмотрим прошлое воплощение, и вы поймете, почему так. Итак, значит, продолжительное положительное жизни 33 года. Значит, мы должны что сразу? Зацепить глазами, где, на какой период его жизни попадает 33 года. Вот оно. Вот в этом узле идет начало этого цикла, и вот попадает, получается, на второй цикл кармы. На второй цикл. Соответственно, основное внимание мы должны уделить непосредственно второму циклу. Сейчас человеку 28 лет. Это означает, что он пока еще находится на первом цикле. То есть у нас еще есть достаточно много времени, чтобы предостеречь и помочь ему правильно пройти по всему этому пути. Как только мы определились с тем, что у него продолжительность жизни в этом воплощении может быть небольшой, следующий наш шаг какой? Определить возраст его души. Но это мы тоже с вами учили считать. 9408 лет – это на момент рождения. Прибавляете еще 28 лет, и вы получите возраст его души на сегодняшний момент. Для чего это нужно понимать? Ну, во-первых, по возрасту души мы определяем, что душа очень зрелая. И несмотря на его 28-летний возраст, этот человек очень-очень зрел и мудр. И те поступки, которые он совершает, это не спонтанные поступки. И те события, которые он трансформировал в своей жизни, как он идет по этой кармической матрице, это осознанный выбор. Поэтому мы должны... Да, я прошу прощения, выключите, пожалуйста, телефон, потому что мы сейчас занимаемся очень серьезной методикой. Это карма, поэтому я не хочу, чтобы вы отвлекались. Да, ну, продолжим. Итак, значит, по возрасту души мы понимаем, что человек не наивен. А значит, события, которые он в своей жизни совершает, он совершает как? Осознанно. Верно? Верно. Поэтому мы не будем сильно его жалеть. Наша основная задача предостеречь. Далее мы с вами смотрим прошлое воплощение человека. Мы знаем, что у него профессия выпадает на 11-й код. Мы знаем, что у него страна проживания в прошлом воплощении выпадает на 12-й код. Итак, это у нас Италия. 11-й код говорит о профессиональной военной службе. Но, опять-таки, военная служба у нас бывает разнообразная. Это может быть, начиная от непосредственного военного, который защищает границы, государства Италии, да? Либо мы с вами говорим о том, что это какие-то тайные спецслужбы. Но с учетом того, что в нашей карме очень много 15-х арканов, какой вариант, по вашему мнению, все же более правильный? Первый или второй? Это военная служба, либо это какая-то оккультная специализация? Тайные спецслужбы. Тайные спецслужбы. Однозначно. Это тайные спецслужбы. Абсолютно верно. Вы сделали вывод, но мы еще об этом поговорим. Таким образом, получается, что этот человек наработал свою тяжелую программу по карме. И хотя мы видим по диаграмме кармы, что он не был причастен к убийствам, даже к косвенным убийствам, но у него была немножко другая ситуация, в любом случае, та система, в которой он работал, она сама по себе оккультная, кармическая, сложная, непростая. Если бы у него были еще и убийства по этой программе, то, конечно же, мы бы увидели его теле близнеца в этом воплощении. Но в данной ситуации этого нет. Итак, значит, по стране Италии мы поняли. Так, возраст, точнее, год рождения этого человека в прошлом воплощении. А могут быть у этого человека проблемы со здоровьем, ввиду такой кармы? Однозначно, у этого человека есть проблемы со здоровьем. Здесь даже, мы можем не смотреть на карму, по коду видно, что у нас должен быть у него четвертый виток, 50-я позиция, у нас получается 36-я позиция. То есть это однозначно, что его скинули как минимум два раза по матрице ретроградно. Но это мы сами смотрели на втором курсе, поэтому не будем на этом останавливаться. То есть как минимум это проблемы сердечно-сосудистой системы, это неправильно проработанный первый виток развития. Ну и, соответственно, некоторые проблемы у него идут с нервной системой. То есть первый, второй виток у него однозначно проработан некорректно. Сейчас он находится на третьем витке, то есть он еще пока не завершил этот эволюционный путь, но только он на 39-м воплощении перейдет на четвертом витке. То есть 39-м на 40-м переходит. Поэтому, что касается опорного двигательного аппарата, вы понимаете, да, у него пока проблем с этим нет. Но ввиду того, что он уже дважды оставался на второй год в школе матрицы, конечно, я думаю, что ему будет непросто. Ну, давайте опять-таки, ввиду того, что я не знаю этого человека лично, да, поэтому тот, кто дал мне эту дату рождения, пожалуйста, подтвердите мой диагноз по здоровью. Так оно и есть? К сожалению, все правильно. Ну, вот видите, поэтому я говорю, что, конечно, карма, она, это основной ракурс, по которому мы двигаемся. И даже если мы пользуемся всеми талантами человека, и мы подсказываем, в каком направлении нужно двигаться, первое, что вы должны сделать, это помочь ему убрать карму. С кармой можно договориться, с кармой можно правильно ее прорабатывать. Есть определенные законы, правила, которые мы здесь с вами сейчас обрисуем. Если человек будет двигаться по этому правильному пути, то, соответственно, карма его успокоить уже не будет. Итак, значит, мы с вами смотрим узловые точки. Я тоже уже неоднократно говорила, что вся нумерология вышла из каббалистической школы. То есть все остальные, помните, я нарисовала дерево, да, у нас были крупные корни каббалистической школы, оккультные, это мелкие корни, они немного ее питают, потому что формула, которую мы получаем в данной ситуации, данная ситуация, это чисто моя разработка, это авторская методика, и вы понимаете, что для того, чтобы разработать любую из методик, это неважно, это в рамках школы ТАР нумерологии, каббалистической школы, это матричная школа нумерологии, без способности тонко чувствовать эзотерику, то есть без оккультных возможностей, безусловно, невозможно придумать ничего. Просто так, как говорится, с неба информация не приходит, она нарабатывается. Далее она входит корнями в свою каббалистическую школу, и оттуда она уже выходит нам пышным цветом, через западную школу, через школу ТАР нумерологии, астронумерологии и так далее, но основу всему каббалистической школы. Вот она вам представлена, вот она каббалистическая школа нумерологии. Дальше идет раскрытие ее в разные стороны, здесь мы уже представлены, как в школе ТАР нумерологии, то есть, когда она расцветает пышным цветом. Что мы видим по каббалистической школе? Здесь у нас описаны ошибки прошлого воплощения человека, то есть, мы открываем с вами конспекты, да, читаем, что по каждому коду у нас идут определенные описания, что совершил человек в прошлом воплощении. Ну, я детали продиктовала, соответственно, сейчас мы просто затрагиваем этот вопрос. Итак, мы с вами выяснили, человек жил в Италии. Человек жил, сейчас вам скажу, в каком году он родился. Он родился в 1795 году в Италии, занимался тайными спецслужбами, то есть, находился на стороне закона, с какой-то точки зрения. Это нам, может быть, сейчас покажется, да, что это не совсем правильная профессия. Но с другой стороны, мы видим, да, у него восьмой знак стоит, что он находился в правовом поле. Это была его профессия, которая была абсолютно оправдана с точки зрения законодательства правительства, и он исполнял свою работу очень успешно. Дальше мы видим у него 17-й аркан. Это основная ось, по которой движется его карма. О чем это говорит 17-й аркан? Напомню, это нарушение авторского права. Это основная его ошибка, это глобальнейшая ошибка, которую он будет прорабатывать всю свою жизнь. Причем нарушал он авторское право в каком смысле? Он не давал людям возможности развиваться. По сути, он воровал интеллектуальную собственность, присваивал интеллектуальную собственность либо именем государства, либо своему имени. Это не имеет значения. А главное, что ввиду того, что он находился в родовом поле, то есть, скорее всего, он занимался тем, что он блокировал продвижение очень серьезной информации, традиционной информации, возможно, ведической информации, которая относилась к его родовым устроям. То есть, первым, кого он предал, было кто? Помните, я вам говорила? Сестра. Сестра, да, у нас первый, кто вышел. А дальше у нас идет мама. Мама. То есть, это информация к нему, к этому человеку. Так, кстати, насчет пола. Мы в самом на первом курсе изучали, как рассчитать пол. Кто мне подскажет все-таки, какой был пол у человека? Так, мужской. Правильно, молодцы, очень рада. Итак, мужской пол, соответственно, с мамой он находился не настолько тесно в взаимоотношениях, как обычно дочери находятся. И те традиции, которые передавались испокон веков по этому роду, мы с вами на первом курсе учили считаться родовые грегоры. Сейчас не будем затрагивать этот вопрос. То есть, вы должны дома еще просчитать, посмотрите, да, в каком родовом грегоре. Насколько я помню, там был жреческий грегор. Правильно же, да? Соответственно, если это был жреческий грегор, то вы сразу понимаете, что эти знания передавались испокон веков. Так как конфликт возник с кем? С мамой. Значит, эти знания передавались по женской линии. А этому человеку было очень интересно получить эти знания здесь и сейчас. Прямо это в прошлом воплощении, да? Поэтому он, первое, кого он сдал, по сути, это своя собственная мама. В этом воплощении вся негативная программа кармы будет связана исключительно с материнским отношением к этому человеку. То есть, все, что в жизни происходит, происходит исключительно из-за того, что он неправильно прорабатывает свои отношения с мамой. Высокая вероятность оставить маму без внимания. Высокая вероятность того, что этот человек предаст маму, потому что он и в прошлом воплощении предал даже не столько маму, сколько вообще в целом весь род и все родовые традиции.